А мы движемся дальше. Давайте поприветствуем следующего участника. Скачков Сергей со своим другом Пешковым Дмитрием. Город Ростов-на-Дону. Размеши свежного, размеши меня, размеши меня. Здравствуйте, здравствуйте, всем. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Один арт-директор ресторана, второй управляющий ресторан. Одного и того же? Возможность такая есть, может быть. И как вам вообще вместе? Говорят, что очень сложно, когда в бизнесе много партнеров, друзья ссорятся. А мы же не партнеры, мы руководитель и подчиненный. Я вас понял. Я понял, кто подчиненный, конечно. Садись быстро. Ну а юмор как? Что вас связывает с юмором? Давай, генерал, закавай. Связывает вот такой коротенький юмор показываем, веселенький. Где-то дурной, где-то со смыслом. Чаще нет. Чаще нет. Юмора или смысла? Смысла и юмора. А в ресторане в своем выступаете? Иногда. Иногда? Уже нет. Уже нет, да? Я просто арт-директор. Управляющий запретил. Ребятки, ну мы желаем вам удачи. Спасибо. Спасибо. Ребята, у вас есть целая минута для того, чтобы рассмешить наших комиков. Поехали. Лыжник, прыгун с трамплина. Ну что, ты готов прыгать? Давай завтра. Что-то я сейчас сегодня не могу, реально. Галчонка из Простоквашино хоронят заживо. Кто там, кто там, кто там. Безбожники, дети вам этого не забудут. Смех на 15 секунде приносит вам тысячу гривен, ребята. Спасибо. Может быть, в том же духе продолжим? Да. Поехали. Глухонемой пришел на кастинг в передачу «Украина. Майя таланты». Здравствуйте. Как вас зовут? Вы глухонемой? А в чем ваша особенность? Я умею говорить. Так просто, а? Спасибо. Ребята, вы идете на рекорд. За 12 секунд теперь вы рассмешили комиков и заработали 5 тысяч гривен. С чем мы вас и поздравляем. Ну, 5 тысяч гривен — это уже... Неплохо. Хотя для вашего ресторана, наверное, не так уж и много. Нормально. Нормально? У нас не очень хороший ресторан. Может, кто-то плохо его рекламирует? Может быть, кто-то управлять не умеет? Что можно на 5 тысяч съесть в вашем ресторане? Можно быть арт-директором за 5 тысяч. В общем, что мы делаем? Мы идем дальше. Дальше? Да, идем, конечно. Дальше. На 10 тысяч, друзья. Это серьезная заявочка. Серьезно. Третья минута пошла. Передача «Олимпийского огня» на Троещине. Ага. Парень с разной длиной рук аплодирует на концерте. Ага. Какое оно действительно все дурацкое, но смешное. Слушайте, посмотрите на таймер. 15 секунд, они дальше не выходят. Может быть, они не понимают, что такое минута. Может. Молодцы, ребята. 10 тысяч гривен у вас. Ну все, можно нанять уже двух арт-директоров. Или управляющих. Мы же вдвоем поделим. По 5 тысяч. Заберете и уйдете, или мы продолжим? Давайте продолжим. Хочется, что... Продолжим. Четвертая минута. На кону 20 тысяч гривен. Ого. Слепой пытается поймать золотую рыбку. Я хочу видеть. Я хочу видеть. Одному из гномов не досталось кирка. Ты смеялся, Ласточкин. Ты ржал и сам нажал. Я просто улыбнулся. А в этом и заключается смысл нашей передачи. Я думаю, что Ласточкин сидел, пацаны показали историю про гнома, а я нажал кнопку. Иногда такое бывает, но не сейчас. В общем, за нервы Ласточкина. Ладно, 20 тысяч, ребята. Спасибо. Вас отделяет всего один шаг от 50 тысяч, но зато у вас в кармане уже 20. А у нас сохранилось время, которое мы не использовали? Да, конечно. У вас есть 7 минут. Программа с сейвами. До вечера мы. Ну, будем пробовать? Давайте попробуем, да. Уже сложновато, но как мы, давай-давай. Сейчас надо показывать самое смешное. Оно было уже, поэтому... Смотрите, наши комики очень сдержанно себя ведут на последних минутах. Мы тоже. В отличие от ведущих. Готовы? Да. Постараемся. 50 тысяч гривен. Поехали. Ведущая прогноза погоды со сломанными локтевимосуставами. Здравствуйте, дорогие друзья. В Харькове плюс 5, в Киеве плюс 4, в Одессе бинус 7. Дьявол спал-спал и подохренел. Вау. В фильме «Матрица» Морфеус потерял одну из таблеток. Нео, съешь красную таблетку, попадешь в чудный мир. Ешь. Лось, решил принять участие в поэтическом вечере. Немелые люди! Все. Все. Это победа. Я вас поздравляю, ребята. 50 тысяч гривен ваши. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы ждем вас на следующем. Это мне? Это за четвертую минуту. Спасибо, парни. Очень круто. Сделай, чтоб парень смеялся. Хорошие ребята. Весело. Давай еще минут на 5 у них есть. Стоп. Ну все немножечко чернушное, ты заметил, да? Да нет, ну лось, ну вообще же не все. Не, лось чистяк. Но на самом деле смешная была с локтевыми суставами. Ну я же говорю, вас рвет животина в основном. Все очень просто. Это на будущее всем там стоящим за кулисами. Если бы еще была минута дополнительная, там 6-ая, либо 7-ая, может даже 10-ая, мы, наверное, пошли бы дальше. Но это не из-за жадности, скорее всего, просто мы бы запутались и говорили бы всегда, да, мы идем дальше.